Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях Алексей Меринов, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского университета. Здравствуйте! Здравствуйте! 26 июня был Всемирный день борьбы с наркоманией. До конца августа у нас идёт акция «Лето без табачного дыма». Однако это далеко не весь список вредных привычек. И гаджеты, и шоппинг, и еда, и даже труд оказываются в этом перечне. Всех их объединяют в общую категорию нехимические зависимости. Всё верно. Так как же понять, когда человек уже находится на грани, и пора окружающим бить тревогу, действительно у него есть зависимость? А когда это нормальное поведение? Разумеется. Разумеется, есть совершенно чёткая граница. Дело в том, что мы в жизни делаем очень много вещей, которые нам субъективно нравятся. И если бы они нам не нравились, наверное, мы бы их и не делали. Они вызывают у нас положительные эмоции, хорошее настроение, покупки, про которые вы сказали, интернет. Ради бога, для кого-то это еда, для кого-то это отношения. Но мы все знаем принцип золотой середины или здорового поведения. То есть эта вещь не должна, это какая-то поведенческая активность, она не должна вас порабощать. То есть если мы говорим про большие зависимости химические, наркомании, там есть такой называемый критерий социальный. То есть влияние наркотиков, в частности, или алкоголя на социальное функционирование человека. То есть человека выбрасывает из жизни, мы видим результат его социальной абсолютной дисфункциональности. Здесь та же самая ситуация. То есть если вы это делаете, и это не причиняет грандиозных проблем вам, то есть если вы покупаете одну шляпку или одну маечку в месяц, это окей. В этом всё, с этим проблем никаких нет. Но если какая-то активность поведенческая или какое-то влечение становится определяющим в вашей жизни, и у вас появляется, прежде всего, даже у вас и ваших близких появляется желание, что много, слишком много. То есть это начинает вмешиваться в вашу жизнь. Вы начинаете исключать или игнорировать какие-то другие аспекты жизни, очень важные для вас. Семью, работу, собственное здоровье, например. То есть человек, который сидит у компьютера двое суток, он не ест, не пьёт, у него техногенный стресс, стрессовое состояние, которое может привести к смерти. То есть у нас уже описано несколько ситуаций, когда игроман просто погибает около компьютера. Это не в нашей стране, это Азия, но тем не менее примеров к тому достаточно. То есть поведение становится порабощающим. Дело в том, что когда мы говорим про химическую, там всё очевидно. Там есть вещество, которое вызывает зависимость. Я там не буду рассказывать про систему подкрепления и всё прочее. Мы это знаем. То есть это поведение точно одиозное и точно неправильное. Здесь у нас точка стоит. То есть всё здесь хорошо. Если мы говорим про нехимические зависимости, я просто хочу сказать, просто их перечислить. Её назвали основные, но на самом деле их гораздо больше. То есть это болезненная зависимость от покупок. Это так называемые социально приемлемые, условно социально приемлемые нехимические зависимости. Это работоголизм, то есть это погружение в работу. Это шопоголизм. Это зависимость, например, от физических упражнений, от фитнеса или ещё от чего-то. Некоторые относят сюда чрезвычайную погруженность, допустим, в какие-то релизиозные культы и так далее. То есть это то, что где-то как-то мы ещё так можем дальше. Определённый технический пласт зависимости. То есть это интернет-зависимость. Это зависимость сейчас от социальных сетей. Это как бы она уже другая. Это зависимость от гаджетов, телефоны, планшеты. Это зависимость от ТВ, от телевизора, может быть. Это зависимость ещё от каких-то вещей, без которых человек вполне может обойтись. И более того, 20-30 лет назад спокойно обходился. А сейчас человек испытывает стресс в тот момент, когда он начинает понимать, что он сейчас с этим гаджетом расстанется. Это так называемый пласт любовных аддикций. То есть про это отдельная тема очень большая. Это пласт аддикции отношений, определённая, когда кучкуются люди, общаются определённо об каких-то вещах. Когда вы готовитесь к разговору, и вот это посещение этой компании для вас становится сверхзначимым. Это боди-модификация. Изменение тела. То есть когда человек не может остановиться, начав немножко увеличить губы, и затем или пирсинг, или одну маленькую татуировочку, а затем мы видим через 2-3 года карту мира на человеке со всеми странами. Вот эти вот вещи, и если мы говорим про социальные последствия, то они на самом деле колоссальны. То есть мы теряем время, мы теряем здоровье. То есть описано огромное количество уже соматических симптомов при посадке у компьютера. То есть описано нарушение настроения, тревожные расстройства у людей, которые подвержены этим зависимостям. Более того, чтобы было вашим зрителям понятно, если мы говорим про алкоголизм и наркомании, любой человек в России знает слово похмелье. То есть или синдром отмены, или ломку при наркотической зависимости. Вещество перестало поступать, и через несколько часов, минут, или на второй-третий день, человек начинает испытывать совершенно чёткий дискомфорт, похмелье. А потом ещё постинтоксикационный синдром. Следующая вещь. В спорте тоже так бывает. Конечно, я к этому и веду. Дело в том, что здесь мы говорим, ну правильно, вещество исчезло, в крови, в мозге его нет, соответственно, ну вот человека ломает, ему плохо, алкоголик тянет выпить и так далее. Но вот вся эта беда нехимических зависимостей тем, что они с точки зрения биохимии, нейробиохимии, нейрофизиологии, ничем от химических зависимостей не отличаются. И синдром отмены, ломки или психической зависимости, это два пласта, я сейчас про них скажу, они чётко описаны совершенно. То есть, да, человек, который не пошёл на тренировку, если он тренируется 7 раз в неделю, для него это уже дискомфорт. Он уже чувствует, что что-то происходит не то у него в душе. У него появляется тревога, у него появляются какие-то ощущения вины, собственно, что он это не сделал, что что-то не так. И там вплоть до каких-то ещё сверхценных идей, что с ним может случиться. Вот, игроман, который играет, да, он не может не играть, его ломает, если его оторвали. Я всегда говорю студентам на лекции, то есть, самый простой тест на интернет-зависимость или на зависимость от социальных сетей или от гаджетов, выходные, 48 часов в субботу и воскресенье. Останьтесь без интернета, останьтесь без вашего любимого смартфона, уберите его и просто попробуйте прожить эти 2-2 суток без использования этих или интернета, или вот этих вот технических средств. Если вы начинаете через какое-то время испытывать дискомфорт, тревогу, у вас появляется желание краем глаза заглянуть туда, посмотреть, может, смс-очка или там в мессенджере что-то, да, проблемка. То есть, вы прилипли, то есть, и у вас дальше больше появляется тревога, ночь может пройти совсем беспокойно. Когда окружающим бить тревогу? Вот если мама, например, заметила у ребенка, что он часто играет, да, или там много сидит за компьютером, но ведь там есть и много полезных вещей, да, он может действительно развиваться. Развиваться. Не спорю. Когда понять, как, когда бить тревогу? Если мы как бы нормально живем, ну, с чего я начинал, да, то есть, иногда заходим в интернет, окей. Если ваш ребенок, его надо каждый раз оттаскивать от интернета, если вы начинаете понимать, что как бы он может не покушать, да, он поздно ложится или вообще не ложится, он играет или там что-то, там же не обязательно человек в интернете там играет, да, то есть, он может там просто веб-сердингом, видосики, он может общаться опять в тех же социальных сетях, он может там играть в казино, он может там совершать покупки какие-то, онлайн-покупки, тоже одна из разновидностей сейчас шопоголизма. И любое отлучение от экрана монитора у него вызывает, или от смартфона у него вызывает уже что-то похожее на ломку, а здесь, ну, я не думаю, не надо быть специалистом, чтобы понять, как это выглядит, да, то есть, человек отдай, 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 вот, человек не ходит в школу, успеваемость начинает снижаться, ребенок становится нервным, возбудимым, нарушается аппетит, он не кушает, в общем-то, оно и как бы и не надо, вот, появляются скандалы на этой почве постоянно, вот здесь, я думаю, надо бить тревогу, потому что и какие-то использовать мероприятия педагогического характера, пока еще, возможно, не психотерапевтического или психиатрического, а для того, чтобы не случилось что-то более страшного. Кстати, как лечить? Можно ли самостоятельно выйти из этой ситуации, например, вот поймать себя на мысли, что, ага, что-то начинается не так в моем поведении, там, окружающие сделали замечания, или уже нужно идти действительно к профессионалу? Здесь, смотрите, как, можно заняться самолечением, если у вас с критикой все в порядке, если вы начинаете понимать, что вы где-то пропускаете что-то в жизни. То есть, просто периодически себе какие-то здравие делать? Да, то есть, если вы чувствуете, что что-то начало вмешиваться, то есть, ну, скажем так, большинство нехимических аддиктов зависимых, у них с критикой, ну, на самом деле, все не так плохо, как, допустим, у химических, не всегда, но лучше. Объясню как бы на примере. То есть, если мы берем алкоголика и говорим, что ты алкоголик, алкоголик нам обычно что говорит? Сам ты там столько пьешь, да, или я вообще там могу пить, могу не пить. Мы берем наркоман, там еще более люди, как бы, ну, в силу заболевания, там, синдром бройтига, они лживые, то есть, они говорят, ну, они тоже где-то понимают, но чаще всего они скажут, что я все, я бросил, все-все-все-все-все. А вот, ну, потом мы видим что-то там, какой-то повтор, ремейк всего. То есть, здесь вот любой шипоман, допустим, да, те, которые помоложе, они же прекрасно понимают, глядя на свои тысячу туфлей, если их финансовая возможность позволяет это, да, они же понимают, что что-то не так. И когда они опять видят эти купоны, скидки, или они понимают, что надо купить еще одну кофточку или еще что-то, они в этот момент, где-то у них вот эта борьба мотивов там присутствует, они сидят и думают, опять. Но и поделать с собой ничего не могут. Почему, как бы, мы и говорим, что это вот такое, ну, все-таки состояние-то болезненное. Вот, и сейчас разрабатывается новая классификация, в частности, психических заболеваний, где, ну, я думаю, что там будет более так вот расширен вот этот кластер нехимических зависимостей, точно будет расширен, потому что интернет-зависимости, скорее всего, войдет. А потому что это проблема. Проблема, которая, ну, и возвращаясь к вашему вопросу, то есть, если человек настолько критичен, что он понимает, что что-то как бы у него, ну, назовем там, не алло, что-то не так, он может прекратить эту деятельность, и, слава богу, если человек... То есть, отказаться на какое-то время. Отказаться на какое-то время, как-то это упорядочить, а больше общаться лично, например, да, а не какими-то там... Мессенджерами. Мессенджерами, да, когда там что-то надиктовали, и человек идет в следующий день, что-то слушает. Вот, когда люди начинают, ну, больше вместе время проводить, то есть, находят какие-то другие виды активности, да, то есть, как с тем же, допустим, зависимостью от спортивных занятий, да, вот у нас здесь вот есть такое сочетание, которое я не очень люблю, когнитивный диссонанс. Ну, вроде как спорт – это хорошо? Хорошо. А я занимаюсь, я занимаюсь своим телом, то есть, я веду здоровый образ жизни, да, то есть, я за ЗОЖ, вот, но когда этого становится слишком много, да, и человек начинает понимать, что кроме вот его ЗОЖа, и кроме его физических упражнений, больше ничего. Как помочь? Если человек сам не справляется, вот что делать? Как подтолкнуть на верную дорогу? Самое главное в лечении – это все-таки создание правильной мотивации, то есть, надо человеку напомнить о том, что у него есть собственный потенциал к изменению, ну, вот я так называю это. То есть, когда человек первый раз приходит к специалисту, может быть, это посещение, оно будет иногда единственное, потому что мы, ну, как бы, переоткрываем какие-то ценности, для других, для человека более значимый человек вдруг говорит «Ого!», то есть, то его вот этот вот инсайд проходит, и человек может, как бы, жизнь свою изменить. То есть, он должен увидеть себя со стороны или услышать мнение специалиста грамотного, который не пугает, а который, как бы, ну, может рассказать о каких-то перспективах того, что может в перспективе случиться. Во-первых, многие нехимические аддикции в случае, ну, такого негативного развития, они, как же, вот опять же, в силу коморбизма, они начинают подкрепляться химическими зависимостями. Вот, и это большая проблема, да, то есть, мы видим огромное количество депрессий, которые трудно лечить, да, и мы видим, например, всплеск при целом ряде нехимических аддикций, допустим, суицидов, то есть, что еще хуже, да, это связано там с финансовыми потерями, еще с чем-то, с невозможностью быть, вот, с объектом лечения, то есть, это проблема. Так вот, когда к специалисту приходят люди, то есть, задача грамотного специалиста хотя бы четко, ну, направить человека, чтобы показать свет в окошке, чтобы он знал, куда двигаться. То есть, главное, это увидеть, что эта сфера жизни не единственная. Да, это во-первых, а во-вторых, все-таки, если проблема возникла, надо найти хорошего, адекватного специалиста, потому что, вот, чем плохи нехимические зависимости, мы им не придаем должного внимания. Мы говорим, что вот алкоголик плох, наркоман еще хуже, да, ну, этот ходит, покупает, да, он покупает и любого шопомана, например, ну, 68, по-моему, процентов, у них есть долги, которые лучше цифры не называть. То есть, они же перекрывают долгами, они берут кредит, они не могут остановиться, они понимают, что им это не надо, они понимают, что, допустим, бремя долговое кредитное растет, но, тем не менее, денежки-то не берут. Игроман, то же самое. Любовный аддикт, он тратит все свое время, тратит все свои деньги для того, чтобы получить то, что он уже имел, и он прекрасно знает тот опыт. Но, тем не менее, я хочу, меня ломает, у меня психологическая зависимость меня тянет. То есть, я просыпаюсь с мыслью о том, что сегодня я это делать не буду, а потом буду. Буду. Вот. У меня отмена, синдром абстинентный, да, вот. И у меня, как у любого химического зависимости, рост толерантности очень часто бывает. То есть, мне надо все больше и больше той активности, которая мне доставляет вот это удовольствие. Я не могу остановиться. Спасибо вам большое за интересную беседу. Нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был Алексей Меринов. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова